МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...чем прошлый год сенокоз, для того, чтобы немножко в первую очередь заготовить получше сено для маленьких телят. Но все равно время подходит и к сенокозу надо, пока идет разминка, подготовка, время подойдет в хорошую заготавливать. Но в этом году погода у нас, погода, видите, дождливая, не балует, придется, может быть, как и прошлый год, выпадет три недели. Вот за них надо успеть все заготовить, и сено, и силос. Как травы в этом году родились? Вроде бы влаги-то много. Я, значит, по своим полям проезжал, все, значит, как бы ревизию сделали, и проехал по этим полям. Но сказать хорошего не могу. Травы жидкие, значит, вроде бы надо и подождать. Сейчас, говорю, что выбираем вот такие участки, которые получше, значит, скосить на сено. А так, в основном, пока еще травы, которые в площади на сено, не сказать, что они хорошие. На силос более-менее подходячие. Клевера нормальные будут. А вот на сено, неважно, хотя и влага. Я думаю, что холодно, наверное, было вот по этой причине. Всего в СПК Клементьево на сено и силос, к заготовке последнего здесь приступают на этой неделе, предстоит скосить тысячу гектаров трав. Лишь бы погода не подводила, а хозяйство к выполнению этой задачи готово на 100%. На время сенокосной страды здесь созданы два механизаторских отряда, перед которыми определен конкретный фронт работ. Все необходимой техникой, в том числе и новой, приобретенной в последние годы, они обеспечены, благодаря чему весь процесс заготовки кормов в СПК Клементьево полностью механизирован. А пока идет сенокос, колхозные буренки вдоволь наедаются свежей травой на специально созданных культурных пастбищах с электронным пастухом. Дело это не новое, но в СПК Клементьево начали практиковать его только в нынешнем году и считают, что оно стоящее. И пастухам бегать не меньше, и от коров толку больше. Ну я, значит, конечно, не знаю, как получилось или нет, угадали или нет, но какое-то получилось. Плюс вот по последней, 2-3 дня у нас плюс вышел почти 185 килограмм. Вот этого, вот этого я не могу сейчас сказать-то. Мы, конечно, коров и подкармливаем, патоку им даем, и концентраты даем, значит. Но я думаю, что раз лучше выедают, значит, конечно, толк будет. А вообще надои у вас какие? Ну, надои у нас еще не блестящие, конечно, там на 10,6 на корову выходит среднее. Я считаю, конечно, надои низкий, но литр бы 15 иметь, конечно, молоко. Чем больше молока, тем лучше. Но сами знаете, что, значит, конечно, больше молока, больше денег. Кроме заготовки коров, этим летом СПК Клементьева предстоит решить еще одну непростую задачу. В селе Ефремово полностью пришло в негодность здание фермы. И чтобы сохранить дойное стадо из 112 коров и не лишать работы 15 молодых трудоспособных людей, Василий Александрович решил ее восстановить практически с нуля. В связи с чем обращался за финансовой помощью в областной департамент сельского хозяйства, рассчитывая на программу сельского строительства. Но там Василию Александровичу пообещали помощь только в 2005 году, ввиду того, что на этот год областной бюджет уже сформирован. Поэтому решили в СПК Клементьева восстанавливать Ефремовскую ферму хозяйственным способом. Фундамент выкладывают из крепича с бывшего здания минеральных удобрений, а на стены идет лес колхозной делянки. Жить-то надо сегодня. Ферму-то мне надо под крышу подводить. Людям-то, значит, ну, животных на зиму не оставишь на улице. Ну и как будете выходить из этого положения? Ну, встроим, не знаю, значит, как буду я выходить. Зарплату придется, может быть, как-то строителям задерживать. Ну, а налоги надо платить. Все, ну, денег мало. Вот я и просил оказать мне хоть какую-то помощь. Ну, как оно хоть, значит, немножко. Поддержать все-таки село, то, что действительно строится. Люди что-то думают. Думают о людях, думают, значит, то, что на перспективу жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова